Здравствуйте, дорогие ребята и родители! Я продолжаю рубрику «Веселый язычок» и будем слушать сказку «Белочка, умелочка». Сегодня нас также ждет следующая часть сказки. Мы укрепим мышцы артикуляционного аппарата, выполним задания на развитие грамматического строя речи, на развитие фонематического слуха. Для ребят постарше я предложу задания на развитие навыков звукового анализа и синтеза. Дорогие родители, помните, что речевую работу вы можете проводить с ребенком вне зависимости от того, смотрит он занятия, играете ли вы с ним в какие-то игры, либо просто в режимных моментах каких-то дома. Данное видео носит исключительно рекомендательный характер, и разные игры и приемы вы можете применять в принципе постоянно в повседневных играх и делах. Будь то антонимы, например, «мою ручки» можно проговорить «холодная водичка», а наоборот она какая? Правильно, теплая. «Мы ручки помыли, они мокрые», а когда они высохнут, они какие будут? Наоборот, «сухие». Но такая речевая работа может продолжаться в течение всего дня. Либо приставочные глаголы очень хорошо отрабатывать, ну, на кухне, например. Два стаканчика из одного перелили, налили, вылили, тарелочку подвинули, отодвинули, передвинули и так далее. В прошлом видео встретились два слова. Это распашонка и аленький. Распашонка, ребята, это детская рубашечка без пуговиц, разрез находится сзади. Аленький сарафанчик. Что же это такое аленький? Аленький – это цвет. Это самый яркий оттенок красного цвета. И как раз у меня есть такой аленький сарафанчик. Вот он. Итак, сегодня продолжим знакомиться со сказкой «Белочка-умелочка». Позже для занятия вам понадобится, как всегда, зеркало, а также ватный диск. Такая ваточка. А сейчас вам нужны ваши ушки, глазки и хорошее настроение. Начнем? Для этого предлагаю встать и повторять за мной. И пришел к ней серый волк. Серый волк зубами щелк. Он слезами обливался. Тихо в двери постучался. Приходи к нам, белочка, белочка-умелочка. Плохо бедному волчонку. Он лежит и плачет тонко. Ты мне, сына, вылечи. Кость из горла вытащи. Белка хвостик распушила. К волку в хату поспешила. Чтоб волчонка полечить, кость из горла удалить. А волчонок-то не плачет. Он поет и резво скачет. Ну какой же он больной? Твой волчонок озорной. Старый волк восхохотался. Он болеть не собирался. Просто мы поесть хотим. И сейчас тебя съедим. Белка волку отвечала. Испеки меня сначала. Я сырая, невкусна, потому что не жирна. Старый волк мигнул волчонку. И открыл в печи заслонку. Ну-ка, белка, в печь садись. Да скорее испекись. Белка прыгнула вперед. Заскочила в дымоход. По трубе полезла выше. Вот она уже на крыше. Как забыл тут волк со зла. У-у-у-у. Ай, держи. Ушла, ушла. Он скорее полез за ней. И в трубе застрял по шею. Головою закрутил. Всю трубу разворотил. О других приключениях белочки у мелочки мы узнаем в следующих видео в рубрике «Веселый язычок». Сегодня в сказке встретилось слово «дымоход». Что же это такое? Как вы думаете? Правильно. Это труба в доме. Озорной. Что такое слово «озорной»? Конечно же, это все вы, ребята. Вы озорные, веселые, шустрые. Это, в принципе, одно и то же. И сейчас перейдем к артикуляционной гимнастике. Возьмите зеркала. И давайте покажем, как же постучал волк в дверь к белочке. Все знают упражнение «молоточек». Нужно улыбнуться, открыть зубки, открыть рот и постучать язычком за верхними зубами. Сначала медленно, потом побыстрее. Побыстрее. Края языка прижаты. Стучит только кончик языка. Это упражнение необходимо особенно тем, кто собирается ставить звук «р». Итак, волчонок оказался не больной и резво скакал. Посмотрите, как скачет язычок. Язычком опереться то в одну щечку, то в другую. Можно при открытом рте. Белочка по трубе залезла на крышу высоко-высоко-высоко. Давайте тоже потянемся язычком к носику. И еще раз. Молодцы. И давайте покажем, как из трубы обычно идет дым. Он идет куда? Вверх. Правильно. Для этого нам и нужен был ватный диск. Отрываем кусочек, кладем на носик. Язычком тянемся к носику, а потом дуем. Ватка улетела, как дым идет из трубы. И еще разочек. Оп. Замечательно. Далее. Поиграли с язычком. Сейчас поиграем с вами в игру «Скажи наоборот». Белка залезла высоко, а волк остался, верно, внизу, низко, высоко, наоборот, низко. Домик белки где? Далеко, 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 далеко. А волк недалеко, а правильно, близко. Итак, далеко, далеко, наоборот, близко. У волка дверь широкая, широкая, а у белки наоборот узкая. Белка маленькая, а волк наоборот большой. Белка добрая, а волк наоборот злой. У белки шерстка мягкая, а у волка шерстка жесткая. Молодцы! А теперь поиграют ваши ладошки. Отгадайте слово и отхлопайте его по слогам. А потом назовите первый звук в слове. Хитрый, серый, злой. Верно. Волк. Первый звук. В. Где волк хотел испечь белку? В чем? В. В печке. Давайте отхлопаем. Печка. Первый звук в слове печка. Нет, не п, а пи. Звук пи. Куда волк полез за белкой? Правильно. В трубу. Тру-ба. Первый звук в слове труба. А как же волк выл? У-у-у-у. Вот сегодня мы поймаем ладошками этот звук. Хлопните, если услышите звук у. А. И. У. О. И. У. 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 И. Молодцы! Далее. Ма. Му-у-у. Мы. Му-у-у. Мо-у-у. Еще сложнее. Бак. Бук. Бок. Дым. Дуб. Правильно. Ну что ж, сегодня мы послушали вторую часть сказки «Белочка у мелочка», сделали артикуляционную гимнастику, поиграли в речевые игры. Дома играйте, тренируйтесь, а еще нарисуйте снова Белочку и то, что с ней приключилось в сегодняшней истории. Рисунки жду на почте. Мне, кстати, уже ребята прислали некоторые рисунки, сейчас я вам их покажу. В следующих видео также покажу, что у вас получилось. Не пропустите следующий выпуск и продолжение сказки. Жду вас в свою экрану с зеркалом и отличным настроением. Рисунки присылайте на почту tocarevaovsobaka.ru. Всем пока!